привет всем может быть я сейчас скажу какую-то большую глупость но я решил что мне не жалко ради этого человека показаться глупым я третьи сутки наблюдаю попытки расшифровать значение ролика который выложил кивин спейси и что-то я не вижу по моему самого очевидного объяснения и самые очевидные расшифровки которые по моему просто бросается в глаза мне странно что я просматриваю чужие анализы и люди по моему общение не догоняет от слова совсем о чем это выскажу свою мысль скажем так это будет моя предновогодняя надежда мне будет не жалко ошибиться не жалко показаться глупым я в то нельзя сказать поклонник но чем сторонник некоторых теорий заговора я не считаю что башни близнецы упали от самолетов я очень сомневаюсь в том что американцы были на луне и честно говоря когда смеются над сторонниками плоской земли мне например не смешно потому что я лично пускать с открытым сознанием живу в этом отношении я лично сам не проверял какой формы земля поэтому ручаться не могу в этом свете что можно сказать про ролик спейси но популярная трактовка что люди называют его крипи крипи то есть людей мурашки по коже они думают что перед ними абсолютно какой-то законченный психопат который вообще там у него крыша съехал или он готовится с собой покончить по моему ничто не может быть дальше от истины это послание кодированное послание над созданием этого ролика работала целая команда людей это совершенно очевидно его писали люди там столько слоев информации что даже их не все понятно вообще я у меня не хватает например знаний чтобы все считать ведь я вижу некоторые ключи но и не до конца понимаю что они значат очень намеренно сделанная многозначность то есть там трактовок одни одни и те же фразы можно прочитать там тремя четырьмя способами там даже больше наверное это точно не видео которые там он пошел к себе на кухню и при помощи там слуги снял на мобильный телефон нет это ролик выложен 24 декабря его я так понимаю сняли там может быть за год или там за полгода до того и работал над ним целой команды над съемкой тоже там работает оператор видно что оператор и не простой оператор скорее всего там и свет присутствует хотя видео такое намеренно сделано не очень качественная например эта пресловутая кружка которую все-таки ее люди опознали и действительно я думаю это один из ключей она многое значит там кружка с цитаты королевы елизаветы про доверие скорее всего несколько посланий которые предназначены совершенно разным людям и мы даже нас нет возможности понять каким именно людям до конца какие слои предназначены есть послание широкой публике нам как зрителям просто тем кто знает спейси как актера он как бы в этом образе почему-то все говорят что он в образе фрэнка андервода он вообще-то нигде не говорит что он фрэнк андервод фраза которые единственное слово где встречается фрэнк это в заголовке и она может прочитано как скажу прямо выражусь конкретно двусмысленности естественно намеренные там даже трехсмысленность есть но в целом он играет такой персонаж между мирами в этом ролике он как бы не президент андервод но он и не кевин спейси это совершенно очевидно я не знаю как как это можно не видеть он представляет такое переходное место типа вот станции метро в матрице между в общем короткая версия моего объяснения расшифровка этого ролика мы наблюдаем очередной очередную фазу большого розыгрыша как бы это такой ну как розыгрыш это социальный эксперимент как я думаю большой социальный эксперимент очень рискованный эксперимент на который пошла скорее всего целая группа людей вряд ли это лично спейси делает есть можно провести скажем не знаю до какой степени они этот эксперимент задумали то есть как какого масштаба деятельности их лично какая какого масштаба деятельность развелась уже на основе того что они запустили скажем так максимальная планка какую я вижу чего я желаю к новому году я был бы не против седьмого числа ему назначен 7 января ему назначен визит в полицию там по поводу вот этого последнего обвинения якобы есть запись на мобильный телефон как он трогает кого-то там за ширинку вот представьте себе сами вы можете представить стоят два человека рядом предположим на самом деле стоит рядом один другого трогает за ширинку тот кого трогает должен снять на мобильный телефон так чтобы было видно что во первых трогает во вторых кто именно сейчас это происходит то есть кто кого трогает вы можете себе представить как нужно делать мобильник для этого его нужно что на люстру повесить для этого ли что нужно сделать поэтому что чушит начала до конца да даже с на самом деле этот инцидент имел место, доказать его будет невозможно, это понятно. Хотя, возможно, это просто часть розыгрыша, и 7 числа, я думаю, это тоже не случайно, 24 числа, то есть Рождество католическое, выложен этот ролик был, а на 7 января ему назначен визит в полицию, будет очень любопытно. Я посмотрел, собственно, новости на сайте полиции Миннесоты, там ни про какой ролик ничего не сказано, там сказано просто, что там гражданин такой-то выдвинул обвинение против гражданина такого-то в непристойном поведении и что-то там, чем-то еще, и все, больше ничего не сказано, там пресс-релиз две строчки занимает. Так вот, о максимальной планке. Максимальная планка состоит в том, что все движение MeToo изначально было срежиссировано, то есть группа людей либо полностью срежиссировала все это мероприятие с MeToo, либо кто-то сманипулировал, скажем так, личность с неустойчивой психикой, то есть, я не знаю, вот эта Алиса Милана там, то есть она сама такая, или она в теме, она участвует в команде, которая разыгрывает все это с публикой, или просто знали, что у человека, ну вот, нет способности критически воспринимать информацию в этой области, поэтому можно ему что-то подкинуть, а дальше он сам разыграет. Вот этот вопрос сложный, но в любом случае, возможно, все MeToo образовано только ради того, чтобы провести социальный эксперимент. Я бы хотел, чтобы так оказалось, это было бы похоже на правду, и, в общем-то, на самом деле, проверить это у нас и нет никакого способа, то есть мы знаем ровно столько, сколько верим в то, что нам говорят в новостях. Соответственно, с фразой MeToo, там ведь, как она переводится, MeToo означает «я тоже» или «меня тоже». Там не написано «чего меня тоже». Если завтра будут показаны достаточно подробно, что на самом деле все это был, в общем, розыгрыш большой, то «я тоже» будет означать «я тоже идиот», потому что я купился и поверил во все это, не имея никаких доказательств вообще. И, собственно, он про это и говорит в тексте, в обращении в том числе. То есть оказался ли я одним из тех, кто прыгнул сразу к решению, не имея ничего на руках, на основании чего можно было бы это решение принять? Вам показали там картинку, прямоугольничек, а вы сразу доктору сказать «доктор, откуда у вас такие неприличные картинки?» Это максимальная планка. Минимальная планка состоит в том, что, собственно, Спейси и там группа его поддержки, потому что явно без группы поддержки невозможно было сделать такой ролик, пытается публике сказать, что они действительно спрыгнули сразу к обвинениям, не имея никаких абсолютно оснований на руках. То есть ни одного судебного решения, ни одного доказательства, никаких свидетелей, вообще никого. То есть просто вот на голову совершенно он сказал, там я сказал и все, и этого достаточно. Никто ничего не разбирался, там сразу отовсюду повольняли. То есть хуже, чем «Сталинские тройки». Вот этот актер, с которого все началось, Энтони Рэп, я внимательно смотрел на его видео, которых, в общем-то, не так много на эту тему. Я пытаюсь понять, глядя на него, он является частью команды, которая все это разыгрывает, или не является. Непонятно. То есть по нему четко сказать нельзя. С одной стороны, он выглядит довольно прохладным, то есть на эмоции не переходит. С другой стороны, как-то уж очень творчески он к этому ко всему подходит. Не знаю, непонятно, может ли это быть частью именно постановки. Вот мама его, похоже, не в курсе, судя по тому, как она себя ведет на публике. Маму в тему не поставили, поэтому она вот реагирует, минуя критическое мышление. Так вот, по поводу этого Энтони Рэпа, предположим даже, что на самом деле этот инцидент имел место. То есть ему реально было 14 лет, они на какой-то там вечеринке в Голливуде куда-то там пошли наверх, и что-то там между ними произошло. Я так понимаю, собственно, никакого сексуального контакта не было. Были какие-то, ну, то, что называется, приставаниями. Предположим даже, что все это на самом деле так. Энтони Рэп говорит, было вот так. Предположим, Кевин Спейси говорит, да, это действительно было. Этого все равно недостаточно для того, чтобы вынести приговор, да, потому что, ну, ну, что, он сказал и этот сказал, где доказательство-то, где свидетельство. Там можно пожурить, как бы, в медиа, в общественном мнении, но судить не за что. Нет никаких оснований для осуждения. Потому что для основания осуждения нужны какие-то, ну, вещдоки, хоть что-то. Свидетели, не знаю, какие-то там записи, камеры, ну, какие-то данные. Если нет ничего, тогда на основании чего-то человек осужден? Ну, это невозможно. Поэтому и не будет никакого приговора, скорее всего. В общем, минимальный вариант этого заговора состоит в том, что просто целая команда, которая сочувствует и поддерживает Спейси, таким образом говорит всем тем, кто это может услышать и увидеть, что все это не является основанием для подобной реакции. Да, там, для увольнения с работы, для выкидывания из уже снятых фильмов. Собственно, я думаю, что один из слоев этого послания предназначен именно коллегам по Голливуду, кто, так сказать, тоже быстро прыгнул к выводам поспешно и начал предпринимать всякие активные действия, чтобы избавиться от Спейси. Думаю, что часть послания предназначена им, как, в общем, ну, неумным людям, людям неглубокого мышления и небольшой морали, скажем так. И надеюсь, что если все-таки будет прямо предъявлено, что все это постановка, то эти люди почувствуют себя очень глупо. Мне, в общем, заранее немножко обидно и страшно за Ридли Скотта, потому что ситуация, в которой он окажется, будет очень глупой. Конечно, он будет выкручиваться, он и подобные ему люди будут выкручиваться, что там, дорогой мой, мы были искренни в своих заблуждениях, время открыло нам глаза. Ну, это все будут отговорки. То есть, как бы, человека уже съели, а потом разбираются, был ли он виноват и был ли его анекдот смешным. И вообще, мне кажется, опираться вот в расшифровке этого ролика на... Это очевидно, что люди пытаются анализировать его на основе карточного домика. Не те фильмы берете для анализа, мне кажется. Первый фильм, который должен здесь натолкнуть на то, что происходит, это... Хвост виляет собакой, он же плутовство, он же Wack the Dog. То есть, как можно делать... Небольшая группа людей может делать... Такие крупные социальные сдвиги в обществе. Достаточно для того, чтобы целую страну там, или даже мировую общественность двигать определенным образом. Кто не смотрел фильм, посмотрите, он, в общем, этого стоит. Одна из немногих комедий, которые я могу смотреть вообще. Второй фильм, который является ключом к расшифровке этого послания, это один из трех всего нормальных фильмов с Джимом Керри. Называется он «Человек на луне». Вы удивитесь, там в эпизоде, как раз сцена, где идет оживление старушки, чтобы не портить весь сюжет, не буду там, где старушку оживляют, оживляет ее тот самый актер, который играет Дага Стампера. Мне кажется, это, так сказать... Если это и совпадение, то это очень крутое совпадение. Но в целом, как Энди Коффман делал свои представления, чего его жизнь состояла, вот это является ключом, чтобы понять то, что происходит сейчас, о чем говорит Спейси, собственно. И третий, это фильм с самим Кевином Спейси, называется он «Жизнь Дэвида Гейла». И не буду его пересказывать, чтобы не портить тем, кто его не видел. Но, собственно, там показано, на что готовы пойти некоторые люди, чтобы донести некоторую сложную мысль до общества в целом. Они, в общем, готовы на серьезные личные жертвы. Потому что чем Спейси рискует во всей этой ситуации? То есть понятно, что все это, скорее всего, спланировано было заранее. То, что скандал всплыл, когда закончилась презентация очередного сезона «Карточного домика», всплыл скандал, его отовсюду выгнали, поудаляли. То есть он типа безработный, и где он находится, неизвестно. В это время, значит, публикуется новый сезон, а сейчас ему назначен визит в суд. Дело в том, что среди постановочных обвинений, как, например, Энтони Рэп может быть постановочным, но среди них явно должны были начаться обвинения людей, которые просто хотят на этом заработать. То есть люди, которые приходят и говорят, да, да, и меня тоже, Кевин Спейси, там тоже трогал неприлично. И они могут выдвигать вполне обычные обвинения через правоохранительные органы и так далее. То есть его на самом деле будут тягать в самый настоящий суд, в самую настоящую полицию. И это означает, что у него есть риск получить самый настоящий срок, в том числе положенного обвинения, потому что вы же видите, как такие суды рассматриваются. Свидетельств нет, доказательств нет, но люди сначала получают по заслугам, а потом выясняется, что не за что было. Ничего не было заслуженным. Соответственно, риск загреметь в тюрьму сейчас у Спейси вполне реальный, потому что является ли этот визит седьмого числа постановочным или нет, мы не знаем. А что это означает? Это означает, где он был последний год, когда говорят, что он исчез, его нигде нет, что с ним происходило. По-моему, ответ очевиден. В этот год, когда его не было, велись съемки. Скорее всего, велись съемки с его участием про седьмой сезон. И, собственно, если посмотреть интервью, короткие, которые дают участники команды, которая работала с ним в карточном домике, по крайней мере, ядро, которое, скорее всего, в курсе того, что было задумано, оно к нему относится довольно взвешенно. То есть, они его не ругают, оголтел, на чем свет стоит. Они говорят, ну, там, хороший человек, профессиональный актер и так далее. Либо у них просто крыша на месте. Нельзя исключать. Бывают же люди, в конце концов, с крышей. Я посмотрел, например, то, что Робин Райт про него говорит. У меня такое ощущение, что, во-первых, она сама выглядит довольно взвешенным человеком, а во-вторых, она похожа в курсе. У меня такое ощущение создалось. Я вот смотрю на нее и думаю, она в курсе или не в курсе? Скорее всего, она участвовала в съемках тоже, которые уже, скорее всего, завершены. Это означает, что она просто обязана быть в курсе. Товарищ Даг Стампер тоже должен быть в курсе, потому что он тоже, скорее всего, участвовал в съемках. Ну, еще какое-то ядро команды, которое, понятно, что там обстановка секретности, скорее всего, очень большая, но, тем не менее, то есть, все ключевые сцены с его участием, они отсняты. А может, даже сезон целиком отснят. Что касается самого ролика, ну, понятно, что там есть символические действия, там, умывание рук в начале. Понятно, что это отсылка к Библии, да, там, к Пунтию Пилату, но трактовать, что конкретно это означает сейчас, для чего это делает Спейси на камеру, и почему камера в этот момент смотрит. Это же оператор должен был сработать и показать именно так, чтобы это было видно. Значит, в этом есть какая-то цель, то есть, нужно некое послание передать. То есть, что он этим показывает? Ну, например, он может показать, что на самом деле он вообще никакого отношения к этим сексуальным скандалам не имеет, что эта постановка от начала до конца. Например. Кольцо в конце. Странно, что никто про это не пишет, но, естественно, он надевает кольцо, именно кольцо президента. То есть, он фактически этим заявляет, что президент возвращается. Кольцо – это единственное, что от него фигурирует в шестом сезоне «Карточного домика». Вот как его собираются вписывать в сюжет «Карточного домика возвращения» – это, наверное, одна из самых больших загадок. Либо там будут сплошные флешбеки, и он будет исполнять то, что было между событиями прошлых серий. Либо там каким-то образом мудрятся сделать так, что его впишут в сюжет обратно. Может быть, и так, и так. Но в любом случае, все это было, скорее всего, продумано заранее, и все это уже не только написано, проработано, но, скорее всего, уже и снято, и смонтировано. Именно потому, что то, что эта команда задумала, вот это вот, как бы, стереть эту грань между кино и реальной жизнью. По-моему, задача в этом состояла. Риск у этого очень большой. То есть, он может получить реальный срок. То есть, я так... То есть, может ли Спейси в итоге сесть там, например, на пять лет? Да, может. Может быть. Даже не будучи виновным ни в чем вообще. А может ситуация еще сложнее. Может он на самом деле... То есть, как бы, одно другого не исключает. Существует ли на самом деле у реального Спейси в прошлом какое-то такое поведение, которое, ну, может ему чем-то быть чреватым? Может. Но это не означает, что его не могли использовать и, как бы, не вписать в эту вот канву основной сюжетной линии про стирание грани между фильмом и реальной жизнью. Одно другого не исключает. В общем, мне кажется, дальше всех от истины те, кто просто говорит, типа, что Кевин Спейси сошел с ума. Или что он там законченный психопат. Я думаю, что это люди, которые дальше всех от понимания, что, собственно, было показано. Я делаю такое пожелание в Новый год. Могу я сам там что-то пожелать такое большое? Что я был бы не против, чтобы это сбылось в 2019 году и чтобы это коснулось всех нас? Собственно, эта тема прямо относится к мужскому движению, да, если выяснится, что все-таки это все была постановка на на голословных обвинениях, да. Если бы выяснилось, что компания Миту от начала до конца была просто таким, ну, скажем так, насмешкой над обществом. Такой очень рискованной, очень креативной попыткой как-то его оздоровить, вернуть какое-то здравомыслие, скажем так, в общественное мнение, прекратить вот эту вот охоту на ведьм, которая началась. В общем, я желаю, чтобы это было так. Я хочу, чтобы это оказалось правдой. Но, в принципе, меньший вариант меня тоже устроит, что просто на самом деле никто Спейси не увольнял ни из какого карточного домика, и что карточный домик будет. А вся эта процедура там выгнали, пропал и так далее, это просто часть общего сюжета. Вот и все. Просто как бы театральные подмостки, скажем так, теперь включают в себя все общество. Примерно так, как это мечтал сделать Морис Кончис в волхве Фаузы. Метатеатр. Когда в театр включаются все зрители, и некоторые из них знают, собственно, что происходит, некая постановка, а некоторые не знают. А некоторые поддерживаются, что может быть некоторое смешение, что наша жизнь это и есть, собственно, такой вариант театра. Я думаю, что вот это послание посвящено этому. Так что на Новый год желаю, чтобы все, кто на полном серьезе использовал тег MeToo оказались в дураках. Если я ошибаюсь, ну, мне будет не обидно. Ладно, пусть дураком буду я, что я пожелал такое, и что мне пришла такая мысль в голову вообще, что я так расшифровал послание господина Спейси. Всем пока, удачи, комментируйте. У кого есть желание развития дополнить теорию заговора, буду рад почитать. господина Спейси. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!